Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Портфель подарков. Беларуси продолжат оказывать поддержку семьям в преддверенного учебного года. Чтобы детям привить все правильное, нужное, доброе с самого начала. Чей рабочий стол украсит Эйчбук. С особой жестокостью стали известны подробности преступления, которые шокировало всю страну. Обвиняемая признана вменяемой. Что совершила нерадивая мать. Копилка опыта и средств. В студенческих отрядах работает более 40 тысяч молодых ребят. Работать на этом новом объекте очень круто. Где трудятся бабручане. А также уборочная на финише. Внимание, дети! И добро пожаловать в Дели. Нас перевозчик предлагает билеты в Индию по хорошей скидке. Как купить квиток? Соберем детей в школу. Почти 100 тысяч многодетных семей уже получили помощь на подготовку к новому учебному году. При этом традиционно накануне 1 сентября к социальным программам и акциям присоединяются власти города и общественной организации. О добрых делах Ольга Васенда. В доме семейного типа Луцкиных многолюдно. Глава администрации Ленинского района, представитель Беларусьбанка, директор славянки. Гости дарят детям книги про финансовую грамотность, два современных компьютера и отечественный эйчбук. Все это позволит приумножать знания. Век современных технологий без гаджетов никуда. Наш подарок это возможность приспособиться к современным реалиям, получить какие-то знания и в то же время быть в ногу со временем. Чтобы детям привить все правильное, нужное, доброе с самого начала. Потому что это те поколения, которые потом будут определять судьбу нашей страны. В этом доме живут 10 детей. Четверо своих и шестеро приемных. Игорь и Оксана Луцки в свое время решились на ответственный шаг. Стать не только многодетной семьей, но и родителями-воспитателями. О каждом ребенке здесь заботятся с трепетом и любовью. Мы очень довольны. Ноутбуки и компьютеры, будьте уверены, будут использоваться по назначению. Так что спасибо большое, огромное спасибо. Нам очень все нравится. Дети в восторге. Тем временем на бабушкиной крынке вручают подарки 11 семьям представителей БСЖ. Белорусский союз женщин ежегодно помогает многодетным и тем, кто нуждается в поддержке. В числе подарков фирменная школьная форма от славянки и наборы канцелярских принадлежностей. Мы хотим сегодня поднять всем настроение, чтобы они шли уверенно, радостно, чтобы они улыбались, радовались. Это же наше будущее. То, что мы вложим, они-то со временем это поймут. Вот и таким же образом будут стараться себя вести. Очень приятно, что у нас в нашем городе есть такие организации, которые помогают семьям отправлять деток в первый класс. Многодетные всегда могут рассчитывать на помощь от государства. На каждого ребенка в этом году полагается по 109 рублей на подготовку к школе. Выплаты производятся по 15 сентября. Средства уже получили более 100 тысяч семей. Ольга Васенда, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруиск, 360. Ни капли человечности. Новость, которая поставила на уши всю страну. Женщина выбросила новорожденную девочку из окна многоэтажки. Утром 17 апреля Могилевчанка обнаружила на козырьке дома завернутого в пакет младенца. Правоохранители задержали горе-мать. Ею казалась 34-летняя жительница многоэтажки, у которой уже есть трое детей. Следователи установили, родила женщина дома в ванной, после чего завернула малышку в пеленку, положила в пакет и туго завязала ручки на узел. И сбросила упакованный ствердок с дочерью с высоты полутора метров. Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая признана вменяемой и способной осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств жительнице Могилева предъявлено обвинение в покушении на убийство беспомощного ребенка, совершенное с особой жестокостью. Санкции прокурора женщина грозит меропресечением в виде заключения под стражу. Да будет свет, выгодный тур на карнавал и битва за урожай. Аграрии завершают уборочную. Сколько весит республиканский каравай? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии на финише уборочной кампании. Осталось освоить менее 10% площадей. Каравай уже весит более 6,5 миллионов тонн. Хозяйство страны убирает кукурузу на силос, готовят почвы под севозимого урожая следующего года. Главная задача – обеспечить население продовольствием и увеличить запасы на будущее. Министерство ЖКХ определило нормы потерь и накладных ресурсов тепла и воды на 2024-й. Тарифы в Беларуси, напомним, повышаются только два раза в год. В июне Александр Лукашенко подписал указ, в котором говорится. Стоимость ЖКУ может быть увеличена не более чем на половину базовой величины. Сейчас это 18 рублей 50 копеек. Минстрой архитектуры вернулась к изъятию земельных участков, где за три года не построен дом. Специалисты из-за нарушения сроков оценивают недостроенные объекты и обращаются в суд с иском. Чтобы избежать процедуры, можно продлить договор, но только по уважительной причине. Еще один вариант – законсервировать жилище. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет акция «Внимание, дети!». В этот период все транспортные средства в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Главная задача ГАИ – обеспечить безопасность детей на дороге и повысить уровень ответственности родителей и водителей. Белави объявила 30-процентную скидку на рейсы в Дели. Для того, чтобы купить билет с пониженной ценой, необходимо, чтобы полет был запланирован на период с 25 августа по 9 сентября. В это время в Индии много необычных праздников, например, Ракхи с ритуалом омовения и красочный фестиваль урожая ОНАМ. Лето с пользой. Студенческие отряды вот уже 60 лет сохраняют традиции движения, с каждым годом только набирая обороты. С начала 23-го временно туда устроено более 40 тысяч молодых и амбициозных. Ключевое направление – сфера услуг, сельхозработы и пошив изделий. О том, где трудятся – бобручане, Елизавета Лепеева. Фундамент будущего. 9 студентов строительного колледжа принимают активное участие в возведении социально значимого объекта – детского садика в Киселевичах. Выполняют подсобные работы, ровняют территорию, заливают пол бетоном. Для безопасности и комфорта созданы все условия – униформа, обувь, каски и перчатки. Для нас это очень хорошая возможность получить ценный опыт для работы в будущем. Для меня работа в статуряде – это очень классно. И также работать на этом новом объекте – очень круто. Каникулы с пользой проводят и на фабрике «Зеркал Алмаз Люкс». Работа ответственная. Студенты механико-технологического колледжа укладывают хрупкую продукцию в ящики. Далее на специальном механическом оборудовании доставляют товар в места погрузки для отправки в магазины. «Что-то новое узнаешь. Даже интересно посмотреть, что делается на производстве, как производится стекло, как зеркала режутся». «Ребята попались дисциплинированные. Выполнять работу свою 100%. Работать здесь под контролем наших грузчиков». Временная занятость в Беларуси организована в течение всего года. Но наиболее желанное время для подработки – лето. Бобруйчане первые деньги зарабатывают на различных предприятиях города. Трудятся в поликлиниках, лагерях, колледжах. «В этом году ребята бобруйчане, бойцы студенческих отрядов, также работают на республиканских мероприятиях, таких как атомная электростанция в Гродно. Они там работают в качестве электриков. Потом работают на предприятии МАЗ в городе Минске, на строительстве в Буническом поле». Студенческие отряды – одно из ведущих направлений деятельности молодежных организаций. Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, сервисные, медицинские, производственные. В перечне каждый может найти для себя занятия по душе и провести каникулы с пользой. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. В центре внимания дети. В Бобруйске проходит республиканская профилактическая акция МЧС. Спасатели в местах массовых скоплений родителей и детей проводят профилактические беседы, раздают информационные листовки, знакомят с мобильным приложением помощи рядом. Юным школьникам в игровой форме напоминает номера экстренных служб. Акцент на самом главном – безопасности. Напоминаем о том, чтобы они создали всевозможные безопасные условия дома, в квартире, для своего ребенка и для себя, конечно же. А детям напоминаем о безопасном маршруте дом-школа-дом. Постоянно беседы какие-то проводим с детьми, школа проводит беседы регулярно все это. Какие-то сообщения присылает им, опять же, кроме нас, напоминает. Республиканская акция в центре внимания детей проходит в два этапа. Первый по 31 августа, второй с 1 по 21 сентября. Площадками для встреч станут учреждения образования, где организуют тематические уроки безопасности, просмотры видеофильмов и многое другое. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Айриан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!